Два золота и бронза. Такие награды привезли карагандинские ребята с республиканских дельфийских игр. Сегодня талантливых школьников честовали в родном городе, а уже завтра призеры отправятся в Астану на международные соревнования. За звание лучших боролись много талантов со всего Казахстана в возрасте от 12 до 15 лет. Среди этого числа были и четыре представителя от Карагандинской области. Золотые медали карагандинцы взяли по двум номинациям – изобразительное искусство и народные инструменты. Последней номинацией из 17 участников отличился Селихан Сайлау, который играет на дамбре двумя руками. Для того, чтобы добиться больших результатов, он занимается по два часа в день с 7 лет. Вторая золотая медалистка Айшадур Магометова также развивает свои способности с малых лет. На сегодняшний день у нее более 50 картин. В первом туре она представила свою работу под названием «Мой двор». Но именно результаты второго тура показали, что Айша достойна главной награды, когда каждому из участников были даны четыре часа, чтобы выложить свое умение. В целом туре прошло очень хорошо. Я поднакомилась с интересными людьми. Жюри все объективно рассудили, мне кажется. Я нарисовала авто портретство и две живописи. И во втором туре мы соревновались в самой студии. Жюри сказали, что моя работа достойна его. Ну и все соперники тоже были достойны его. С подобным результатом Караганица возвращается впервые. Нам действительно есть чем гордиться, говорит президент общества Сайгес Коныш Максутов. Когда мы провели впервые не отборочную, а целую форму фестиваля городские дельфийские игры, поддержку областного философарта Нур-Отани и городского Акимата, мы были убеждены в том, что наши покажут свои таланты в всемирной арене. От имени фонда Сайгес я благодарю Акимат Карагандинской области, Акимат города Караганды. Золотых призеров казахстанских дельфийских игр теперь ждут дельфийские игры международные, которые пройдут в Астане.